Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Уже завтра Беларусь будет праздновать Великий День, День Победы. Самый светлый и важный праздник для всех беларусов. И уже вся предшествующая этому торжеству неделя была посвящена героям Великой Отечественной войны, павшим и ныне живущим. В итогах недели самое важное из того, о чем и о ком мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Смотрите в сегодняшней программе. Память о тех, кто погиб во имя общей победы. Сегодня живет в сердцах брещан, которые делают все для того, чтобы никто не был забыт. В канун Дня Победы сквер микрорайона Южный стал центром большого праздника – память сердца. Уникальная возможность слышать и слушать героя Победы. В средней школе номер 22 прошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны Константином Максимовичем Кругликовым. Место дислокации – реконструированная штаб-казарма в городке МЧС. 18 интерактивных площадок с максимальной передачей реальных ситуаций и современной информационной технологии. В Бресте открыли образовательный центр безопасности. Мы этой памяти верны. В Брестском государственном техническом университете прошел творческий марафон, приуроченный к 76-й годовщине Победы. В рамках праздника состоялось открытие военной кафедры, первой в Брестском регионе. В канун Дня Победы на территории Московского района города Бреста проходит ряд проектов и акций, приуроченных к этому прекрасному празднику. Встречи с ветеранами, посещение музеев, концерты и конкурсы. Все для того, чтобы спустя 76 лет еще раз сказать спасибо ветеранам, подарившим нам Великую Победу в самой кровопролитной войне 20 века. Майские праздники для микрорайона Южный – время особое. Каждый пятый здешний житель либо служил, либо служит в армии. Здесь даже улицы носят имена известных военачальников и полководцев – Жукова, Рокоссовского, Пуганова, Пронягина и Тимофеева. В канун Дня Победы сквер микрорайона Южный стал центром большого праздника – память сердца. Как это было в первом материале выпуска. Тему продолжит Людмила Логодич. Для истории 76 лет – это совсем малый промежуток времени. Именно столько в этом году исполняется со дня победы над фашистами. В победном мае 45-го Брест был разрушенным и опустошенным. Сегодня вместо ям от снарядов на наших улицах расположились современные здания. Вместо траншей и окопов – пешеходные и велодорожки. А вместо грохота взрывов играет городской оркестр. Мой отец прошел и финскую, и отечественную войну. С начала и до конца. И, уходя, завещал. Если ноги будет носить, обязательно к мемориалу 9 мая сходи, возложи венок. Великое дело сделали. Правда, дорогой ценой 27 миллионов мы потеряли. И те, кто после 76 лет что-то засомневался в этой победе, мне эти люди непонятны. Я даже их считаю откровенными предателями или малообразованными, неграмотными людьми. Поэтому осквернять память миллионов – это кощунственно. Для жителей микрорайона Южный слово «победа» несет особый смысл. Ведь каждый пятый здешний житель – военный. Они – защитники Отечества в буквальном смысле этого слова. Здесь же дислоцируется 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада. А потому традиционно торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы, проводятся у обелиска воинам Великой Отечественной войны и начинаются они с возложения венков. В преддверии Дня Победы в Московском районе происходит возложение могилам, обелискам советских солдат, которые похоронены в том числе и здесь, в Южном. Поэтому мы помимо возложения сегодня проводим и мероприятия, посвященные преддверии Дня Победы в микрорайоне Южный. Это с выставкой военной техники, солдатской кашей и небольшим концертом для жителей микрорайона. После возложения венков и цветов к обелиску воинам Великой Отечественной войны всех желающих пригласили на выставку современного военного вооружения, на которой были представлены пусковые установки, гаубицы и мобильные зенитно-артиллерийские комплексы, боевое оружие и многое другое. 111-я бригада организовала полевую походную кухню, а в заключении праздника состоялся концерт. У меня отец дошел до Берлина, был в партизанах, еще ребенком, потом в армии, и дошел до Берлина. Это очень радостно, когда я смотрю, у меня всегда слезы на глазах. Я рада, что здесь, в этом районе, где меня приживают дети, этот праздник сделали. Они тоже с окна, потому что мужу нельзя выходить, сыну моему, он приехал с Польши. Я внука вывела на праздник, так что очень рада. Мы рады, что так город, по всей видимости, это организовал. Хотелось бы, чтобы в такое прекрасное время наши дети, наши внуки продолжали мирно жить, встречать, радоваться. Но недаром говорят, что День Победы – это радость со слезами на глазах. Ведь война пришла в каждую белорусскую семью, и многие потеряли родных и близких. Главное, что все было не напрасно. Об этом говорит и то, что, несмотря на дождь, почтить павших героев и отдать дань уважения ветеранам на гарнизонном кладбище собрались представители разных поколений. Те, для кого подвиг боевой славы – не просто слова. 76 лет прошло с того момента, когда был подписан итог самой кровопролитной войны 20 века. Мы сегодня с благодарностью чтим память тех, кто отдал свою жизнь на фронте, в тылу, кто погибал от болезней и недоедания в это время. Я хочу выразить благодарность от себя, от всех тех, кто живет в Ленинском районе, от всех тех, кто не видел этой войны, за то, что вы сделали, что вы построили то, что передали нам. Многие из тех, кто похоронены здесь, совершили свой подвиг еще 80 лет назад, но тем не менее их подвиг продолжает оставаться актуальным и отзывается в каждом пограничнике, кто носит форму сейчас. Каждый из нас считает необходимым быть достойным своих предшественников. Но и те, кто остались в живых, пройдя через страшное военное время, видели смерть близких и лишения, не черствели сердцем. Они искренне хотят, чтобы в мире было спокойно и безопасно. И именно они, как никто, переживают за нынешнее молодое поколение и свою страну. Беларусь – это прекрасная страна, прекрасная. А поэтому и праздник сегодняшний – это праздник, действительно праздник. Но мы обязательно вспомним тех, кто лежит вот на этом кладбище, и кто лежит в других местах, и много, сколько неизвестных еще. Мы всех их вспомним. И спасибо им. Спасибо за нашу землю, за наших внуков, за наших детей. За все им спасибо. Мы не знаем тех тягот войны, но мы чтим победу, которая досталась нам потом и кровью. Но все равно продолжаем, продолжаем чтить память павших героев. Память о павших героях жива в новом поколении. И это самое главное. Думая о войне, читая о ней, представляя ее, нынешнее поколение может только вообразить ее ужас и боль. Наши предки, герои-ветераны, смогли. Они сделали все возможное, чтобы мы никогда не почувствовали, что это такое. Увы, сегодня уже нечасто встретишь ветерана, дожившего до наших дней. Время жестоко забирает их у нас. Сейчас молодому поколению так важно по крупицам собрать их воспоминания. Записать, зафиксировать, чтобы потом была возможность слушать героев, уникальных, умудренных жизнью, святых людей. Большим счастьем стало для наших корреспондентов знакомство с одним из них, ветераном Константином Максимовичем Кругликовым. Наш герой, ветеран Константин Максимович Кругликов. Отменная память, все еще статная боевая выправка, вся грудь в орденах и только россыпь серебра в волосах выдает его большой жизненный путь. Сейчас ему 97 лет, но он все еще помнит, как 17-летний Костя Кругликов боролся за себя и за родину. Ушел в партизаны на Гомельщине, был разведчиком пешей разведки 336-го пехотного полка 5-й стрелковой дивизии 3-й армии Брянского фронта. Получил боевое окрещение на Курской дуге. Был ранен, но помнит, как услышал о победе. Отправили меня на излечение у города Павлова, в Горковской области, вот туда, там и лечился. И потом, в конце апреля 45-го года, уже я пришел домой. Дом, хата спалена была немцами. Семья, мать и детьми находилась по соседству. Так что, в деревне, она так находилась на большом, далеко от основных дорог, так что, можно сказать, глухова, глуши. Так что, там никаких торжеств по случаю Дня Победы не было в деревне. Прошел я домой на костылях, вот, по связи с ранениями. Так что, я никуда не ходил, а мне кто-то, даже не помню уже, кто-то сказал, что война закончилась, День Победы. Зато сейчас мы празднуем и, главное, поздравляем его, достойного человека, ветерана с большой буквы. В Брестской 22-й школе состоялся праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, главными гостями которого стали ветераны. Уже много лет и Константин Максимович является частым гостем школы и, можно сказать, духовным учителем многих поколений учеников. Ему важно передать свои знания, а школьникам их услышать от первого лица. Есть событие, которое нужно помнить. Это война. И чтобы память не исчезла, мы должны работать с молодежью, работать с детьми. И с этой целью у нас существует такое направление, как патриотическое воспитание. Мы не должны забывать, какими жертвами до была достигнута победа. Мы должны помнить, что именно мы наследники Победы, чтобы война никогда впредь не повторилась. Мы тесно сотрудничаем с ветеранской организацией нашего города Бреста. И ветераны Великой Отечественной войны – постоянные участники всех наших мероприятий. В частности, Константин Максимович Кругликов – добрый друг и наставник нашей молодежи. И сегодня, в рамках подготовки к Дню Победы, мы подготовили для Константина Максимовича, для всех ветеранов, которые пришли, силами учащихся школы, литературно-музыкальную композицию. Мы подготовили экскурсию в наш музей боевой славы и, конечно же, уроки мужества, на которых Константин Максимович и другие ветераны смогут пообщаться с молодежью и ответить на вопросы молодежи, для того, чтобы молодежь помнила нашу историю и знала, что она может потерять. Даже удивительно, у людей этого поколения есть какой-то секрет. Они другие, они особые. На их долю выпало столько боли и ужаса, но они не сломались, и более того, они прожили жизнь, сохранили доброту души, остались людьми. Все эти качества присущи Константину Максимовичу. Ему приятно общаться с детьми. Он с радостью отвечает на их вопросы. Большинство военные, они спрашивают. Ну, и такие спрашивают, да, спрашивают, чем я занимался после войны уже, на какой работе был, спрашивали. Потом, какое мое хобби после того, после работы, чем занимаюсь. А какой у вас хобби? Я охотник и рыболов. Любитель охотника, любитель рыболов. Вот этим занимаюсь все равно. Любитель ягод собирать, рыбы. Четыре ранения, два пулевых и два осколочных, получил на войне наш седовласый герой. Но это его не убило и не сломало дух. Чему мы можем поучиться у него, так это любви к жизни и огромному искреннему желанию жить дальше? Со слезами на глазах Константин Максимович благодарит Бога за жизнь. Я 7 января родился на Рождество Христово. Наверное, меня Иисус Христос спас. Спас мне жизнь тоже. Помог мне спастись. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели» на канале БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Образовательный центр безопасности открылся в Бресте. Его место дислокации – реконструированная штаб-казарма в городке МЧС по улице лейтенанта Рябцева. 18 интерактивных площадок с максимальной передачей реальных ситуаций, современной информационной технологии. Такого по масштабам объектов в Брестской области еще не было, отметил в своем выступлении руководитель региона Юрий Шулейко. В образовательном центре будут обучаться дети и взрослые. А также тренироваться станут и пожарные спасатели. Но лучше один раз увидеть, считает Людмила Логодич. Она расскажет о новом объекте подробнее. Современный образовательный центр безопасности теперь есть и в Бресте, равно как практически и во всех областных городах Беларуси. Исключение пока составляет Гродно. Только в Брестском регионе подобный объект третий по счету. Государство поручил еще в 2017-2016 году, чтобы в каждой области, и в республике в том числе, были построены вот такие образовательные центры. Это позволит сегодня учить наших детей с раннего возраста, в первую очередь. Я хочу сказать, что управление по чрезвычайным ситуациям Брестского областного исполнительного комитета является сегодня одним из лучших подразделений. Это товарищ министр Вадим Иванович подсказал мне. То, что у вас действительно ведется определенная работа. Но вы знаете, что сегодня беды нету, а завтра может быть. Я понимаю, что вы всегда готовы для ликвидации данных проблем. Я хочу в том числе еще раз и поздравить вас, то, что у вас появляется материальный объект, то, что ваша служба сегодня очень ответственна. И горожане, и жители Брестской области всегда где-то с вами рядом, чтобы не было беды. Спасибо за службу. У нас есть объект. Учите наших детей, учите сами, учите жителей. Почетная миссия разрезать красную ленточку досталась губернатору Брестской области Юрию Шулейко, министру по чрезвычайным ситуациям Вадиму Синявскому и начальнику Брестского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Олегу Ложко. После чего гостей пригласили на экскурсию по объекту. Вон как будто чудо светит, ты увидишь это сам. Мы перечислим это чудо сам. И действительно, современному образовательному центру есть чем удивить посетителей. Более чем 500 квадратных метров объекта вместили 18 интерактивных площадок, на которых детей и взрослых при помощи современных технологий дополненной и виртуальной реальности, различных тренажеров и симуляторов обучат поведению в экстремальных ситуациях. Эта интерактивная площадка учит ребят поведению во время грозы. Если они выбрали неверный тип укрытия, как я, то сработает молния. Среди прочих есть тематические зоны по правилам поведения на льду и спасения утопающего. Квартира, где с помощью планшетов дополненной реальности научат пользоваться электробытовыми приборами и покажут, какую опасность влечёт непотушенная сигарета. Есть здесь интерактивная инструкция о том, как действовать, если возгорание всё же произошло. А здесь моделирована ситуация настоящего пожара. Дым настолько густой, что ничего не видно на протяжённости метра. Благодаря погружению в условия, приближенные к реальным, а также различным проекциям и сенсорным панелям, у человека повышается эмоциональное восприятие к ситуации. Запоминание материала ускоряется в несколько раз. Мне здесь больше всего понравилось делать тушительные тушители. Я считаю, что тут детям будет интересно учить правила безопасности. Чем дальше мы работаем по созданию подобных объектов, они создаются в интересах не только министерства по чечным ситуациям, а в первую очередь в вопросах предупреждения и профилактики воспитания правопослушного поведения. С одной стороны, обучению населения безопасного жизни поведения в регионе, ведь мы сталкиваемся с разными бытовыми проблемами. И в квартире электроботовые приборы, и детки остаются, и высотное здание, уже много таких фактов, когда выпадают из высотных зданий Лёни Сакон. И моделирование ситуации по пожару, и моделирование ситуации по криминальным каким-то фактам, событиям, которые вместе с органами внутренних дел здесь создаются. И вот эти центры призваны именно обучать подрастающее поколение детей. В ближайшее время открывается оздоровительный сезон, мы все знаем. Уже создается график, по которому детки с разных детских лагерей будут сюда прибывать и получать это образование. Главная задача площадок – научить детей и взрослых поведению в чрезвычайных ситуациях. Дети это уже оценили. А значит, смело можно сказать, проект реализован успешно. Строительные работы велись с мая 2019 по март 2021 года. Общая сметная стоимость работ составила порядка 4 миллионов белорусских рублей. Центр безопасности обещает стать еще одной точкой притяжения гостей и жителей Бреста. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». А сейчас о других событиях. Праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы, проходили в областном центре на протяжении всей недели. Много было возложений цветов к памятным местам и захоронениям, патриотических акций, искренних поздравлений ветеранов, героев, прошедших все тяготы и лишения военного и послевоенного времени. К торжественным мероприятиям чествования ушедших и ныне живущих героев подключились все. Не остались в стороне студенты и преподаватели Брестского государственного технического университета. Ко дню Победы и к открытию военной кафедры на базе университета они подготовили насыщенную праздничную программу. Подробнее о масштабном мероприятии и об открытии первой в Брестской области военной кафедры далее. В фойе Брестского государственного технического университета расположилась небольшая выставка. Здесь в хаотичном порядке поместились письма с фронта. Где-то в виде небольшого клочка бумаги, где-то свернутые треугольники, списанные неровным почерком. Но на каждом из них сохранились чувства, эмоции и переживания солдата 40-х. В этот предпраздничный день у педагогов и студентов появилась возможность отправить письмо своим героическим родственникам или будущему поколению с наказом чтить и помнить народный подвиг. Мы пишем сегодня письма будущему поколению для того, чтобы они никогда не знали ужаса войны, чтобы они ценили то, что у них есть, мирное небо над головой, чтобы они уважали окружающих, ценили все, что для них делается. Мы каждое письмо кладем сейчас в отдельный файлик, затем они пишут, ребята, адреса, и мы по адресам каждому отправим. Если письмо предназначается будущему поколению, то оно будет храниться в специальном ящичке до лучших времен. Потом мы когда-то его откроем на какой-то юбилей очередной годовщины Победы. В этот день состоялось и открытие выставки работ студентов, которые изображали в своих работах сердце областного центра, Брестскую крепость. Каждый из ребят по-своему выполнил творческое задание. Кто-то делал акварельные зарисовки, создавая яркую и сочную картину. Другие трудились над воспроизведением точной копии мемориального комплекса, дополняя ее уверенными штрихами карандаша. Было большое счастье нарисовать и выступать на этой выставке. Со мной были очень хорошие ребята, которые тоже разделяли со мной это желание. Мы рисовали архитектурные памятники, места, в которых были пик сражений. Для меня именно в университете это был первый опыт пленером. Я до этого занимался в школе рисования, когда еще готовился к этому. Но абсолютно другой уровень, другие преподаватели, другие требования. Критики подвергаются более серьезно и гораздо больше я вынес с этого пленера, чем за годы обучения в рисовальной школе. Всю неделю в Брестском государственном техническом университете проходили мероприятия, приуроченные к знаменательному дню – Дню Победы. Если посмотреть на наш новостной портал, было видно, что мы принимали самое активное участие во всех мероприятиях, посвященных этому празднику. Мы посадили аллею в лагуне Янтарной. Мы приняли у себя делегацию из Академии управления при президенте Республики Беларусь. Мы возложили цветы к вечному огню. Мы прошлись по Брестской крепости. И вот сегодня мы, как такой маленький финальный аккорд на большой переменке, все вместе собираемся и отдаем дань чести тем воинам, погибшим, положившим свои жизни за ту великую победу, которую дал нам сегодня мирное небо. Заключительным аккордом стал торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине Победы. В масштабном мероприятии приняли участие большое количество студентов и преподавателей вуза. В Бресте чтят память тех, кто, не жалея собственной жизни, шел в бой, кто слишком дорогой ценой добывал победу. Мы не вправе забыть страшные уроки Великой Отечественной войны. Наш Брестский форпост и сегодня несет службу по охране государственной границы. Мы спокойно работаем и живем на нашей земле. Низкий поклон всем, кто подарил нам мирное небо и уверенность в завтрашнем дне. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! День Победы – это праздник солдат 40-х и нынешних, а потому символичным стало открытие в этот предпраздничный день военной кафедры на базе Брестского государственного технического университета. Это событие послужит хорошей почвой для воспитания настоящих офицеров. Первый набор проведут в новом учебном году по трем военно-учетным специальностям. С 1 сентября будет осуществляться набор на военную кафедру сроком обучения 2 года, соответственно, по трем военно-учетным специальностям. Специалист мотострелковых подразделений, специалист минометных подразделений, специалист реактивных систем залпу огня. Срок обучения 2 года по окончании успешной сдачи экзаменов. Выпускники будут получать офицерское звание лейтенант запаса. Положительными сторонами является то, что студент после окончания военной кафедры призываться на срочную военную службу не будет, а, вероятно, проходить в соответствии с законодательством сборы, которые проходят максимум до 60 дней. Желающих поступить на военную кафедру уже немало. Отбор на обучение будет осуществляться на конкурсной основе. Главное – критерии здоровья и успеваемость. Среди тех, кто решил обучаться военному делу – первокурсник Никита Молдунов. Подал документы для того, чтобы продолжить обучение на военной кафедре и получить дальнейшее звание в своей военной специальности. И в связи с этим мог бы и продолжить, если что не получилось бы с работой, то мог пойти на контракт. И у меня была еще в дальнейшем мысль, я после школы хотел поступать в военную академию, но не получилось, не хватило баллов. И вот тут появилась военная кафедра, и я уже решил не упускать моменты и поступать сюда. В этот же день будущие офицеры запаса смогли испытать себя на первенстве университета по полевой стрельбе, ознакомиться с вооружением и техникой на выставке, а также узнать больше о военной службе. Будем показывать то направление собак, с которым мы занимаемся в повседневной жизни. Соответственно, у нас в внутренних войсках работают кинологи и работают с собаками по следующим направлениям. Это поиск наркотических средств, поиск зрительных веществ и конвоирование и задержание осуженных лиц. Мы этой памяти верны. Емкое название для творческого марафона, который прошел в Брестском техническом университете. Ведь сколько бы лет не прошло с момента окончания войны, мы всегда будем помнить великий подвиг нашего народа и огромную цену, которую он заплатил за мир. Это была победа. Во имя жизни. Во имя будущего. Оживить память и углубить свои знания о подвигах и заслугах партизан и подпольщиков в Белоруссии благодаря редким кадрам военной фотохроники, наградным листам и боевым характеристикам, собранным из архивов, можно в Брестском университете имени Пушкина. Именно здесь развернулась интерактивная выставка масштабного интернет-проекта «Партизаны Беларуси». Почти год назад презентация этой инициативы была организована в областном центре. Реализация совместного проекта издательского дома «Беларусь сегодня» с Национальным архивом Республики Беларусь вызвала огромный интерес у брестской публики. Подробнее о выставке и об интернет-проекте «Партизаны Беларуси» далее. В год 75-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками на героической Брестской земле открыли первую интерактивную выставку интернет-проекта «Партизаны Беларуси». Это был 2020 год. Тогда экспозиция состояла всего из 70 снимков архивных документов, фотографий народных мстителей времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики «Партизаны» подпольщиков. С того момента прошло чуть больше года, инициаторам интернет-проекта уже есть чем гордиться. Данная база и данный проект начали функционировать в 2019 году, к юбилею освобождения Беларуси, и за это время на нем уже создано более 140 тысяч электронных карточек «Партизаны» подпольщиков. Документов в разы больше. И архив планирует передать в электронный вид порядка полумиллиона документов, цифровых копий документов, которые связаны с персоналиями. Но кроме этого мы рассказываем и об отрядах, и о борьбе партизан, какие-то находим интересные истории, встречаемся с ныне живущими партизанами еще, встречаемся с их родственниками, записываем воспоминания и делаем большую такую энциклопедию партизанского движения электронную. В представленных на выставке документах рассказываются о боевых столкновениях и партизанских формированиях региона, подвигах и заслугах конкретных партизан. Но это лишь верхушка айсберга. Главное и ценное по исторической наполняемости находится на интернет-портале партизаны.бай. Проект уже посетило более 220 тысяч пользователей. Интерес к историям людей, которые делали все возможное и невозможное, чтобы одержать победу, не утихает до сих пор. Человек живет, пока живет его память. Точно так же и народ живет до тех пор, пока он сохраняет память, память о своем прошлом, гордиться своими людьми, которые сделали много для победы в этой страшной войне. И долг нашего поколения и, конечно же, молодежи сохранить эту память, чтобы те люди, которые отдали свои жизни за нашу страну, за победу, всегда эта память жила. Углубить знания о партизанском движении, прочитать историю человека и проникнуться ею, разыскать греческого родственника и узнать его судьбу – все это под силу масштабному интернет-проекту «Партизаны Беларуси». Для его реализации сотрудники издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Республики Беларусь проделали огромную работу и продолжают пополнение архивных документов о партизанском движении на территории Беларуси. Ведь благодаря этим материалам исказить историю будет невозможно. Я думаю, что этот проект – ответ для тех, кто пытается это сделать, кто пытается фальсифицировать нашу историю. И особенно важно для нашей молодежи, которая должна знать о наших героях войны, о простых людях, таких, как они, мальчишках и девчонках, которые своей жизни готовы были отдать за свои семьи, за свою родину, за свою страну. Выставка заденет каждого, потому что нет такого человека у нас в Беларуси и на Брещене, в том числе, кого бы не коснулась эта трагедия и чьи бы родственники так или иначе не прочувствовали эту боль, трагедию и в то же время радость победы. Поэтому мы должны бережно относиться к этой памяти. Привлекает внимание публики и брендированный интерактивный стенд проекта «Партизаны.бай». С его помощью можно найти своих героических предков и узнать о них намного больше. Одной из первых это сделала Нарина Дринюк. Девушка искала данные о своем прадедушке, который прошел все тяготы Великой Отечественной войны. Интересно было бы, поскольку мой дедушка прожил 96 лет, но за всю свою жизнь он никогда внукам, детям практически ничего не рассказывал про войну, потому что он всегда говорил, что вам лучше не знать, что это такое. Вот, все, что он говорил всегда. То есть ни детям, ни внукам, ни правнукам никому ничего не рассказывал. После торжественного открытия выставки о подвигах и судьбах партизан почтить память павших героев во время Великой Отечественной войны отправились педагоги и студенты. В сквере Иконниково и в парке культуры и отдыха они возложили цветы, как символ памяти и уважения, а также почтили минуты молчания героев. Великая Отечественная война. Каждый человек тогда внес свой вклад в победу. Вклад маленький или большой – это совсем не важно. Боролись все как могли. Кто-то оружием, кто-то словом, а кто-то кистью или карандашом. Каждый художник воспринял события войны как личную трагедию, пропустив их через сердце и душу. Многие из них воевали на фронте и делали пронзительные зарисовки, показывая подлинную военную жизнь. Так спустя годы сформировались коллекции творчества того времени. Ко Дню Победы в наш город приехала уникальная выставка «Война глазами очевидцев. Фронтовой рисунок и плакат». В наш город экспозицию «Война глазами очевидцев. Фронтовой рисунок и плакат» привез музейно-выставочный центр РосИЗО при поддержке Министерства культуры России и Русского дома в Бресте. Вниманию зрителя было представлено более 70 работ. Это живопись, оригинальная графика и, конечно, плакаты. Тема Великой Отечественной войны проходит красной нитью через творчество многих советских художников. Особенно ценно, что все эти работы созданы именно в этот сложный период. События той далекой войны глазами художников, портретистов, танковой живописи, плакат. То есть они мне близко, мне кажется, я почувствовал то, что они хотели передать тому, кто подойдет к их работе. Выставка приоткрывает интересную страницу в истории искусства военных лет. Это искусство агитации. Самыми ценными экспонатами являются легендарные окна ТАСС. Они стали уникальным явлением сатирического искусства военного времени. Работая в три смены, редакция телеграфного агентства Советского Союза производила вручную до одной тысячи экземпляров плакатов ежесуточно. Это плакаты советского телеграфного агентства, которые стали создавать буквально в первые дни войны. Их целью было поднять боевой дух советских граждан, как-то реагировать на события, происходящие на фронте. Почему именно окна? Потому что, как и первые плакаты, окна Роста, окна ТАСС очень часто демонстрировались в витринах магазинов. В частности, на Кузнецком мосту в Москве была мастерская, где работали художники, издающие эти плакаты. И каждое утро, когда готов был свежий выпуск плакатов, их выставляли в витрине мастерской, чтобы все граждане могли прийти и их посмотреть. На выставке особая тема отводится антифашистской пропаганде. Над плакатами работали многие известные художники, но особенно значим вклад кукрыниксов. Это творческий коллектив, который состоял из трех художников – Порфирий Крылов, Николай Соколов и художник Михаил Куприянов. Собственно, и само слово «кукрыниксы» составлено из начальных букв и их фамилий. Практически всю войну они трудятся, не покладая рук, сдавая все эти плакаты, которые отправляются на фронт, расклеиваются по улицам городов. В частности, они также занимаются какими-то агитационными листовками, которые передаются на передовую в ряды Красной Армии. В частности, на выставке есть один очень важный плакат, который был создан в первые дни войны, «Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Этот плакат просто был невероятно растиражирован в советские годы, и сейчас он остается самым узнаваемым плакатом этого времени. Можно с уверенностью сказать, что живопись в период войны стала одним из ключей к победе. Она объединяла народ, поддерживала дух и внушала веру в победу. Вклад абсолютно каждого художника-фронтовика бесценен. Когда мы видим эти плакаты, когда мы видим эти картины, которые нарисовали люди, находившиеся на переднем краю, или находившиеся там, где стреляли, где воевали, они не боялись кистью, карандашом рисовать. И мне кажется, что их подвиг сравним, наверное, с подвигом тех солдат, которые отдавали свои жизни. И я уверен, что мы и будем дальше чтить их подвиг. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин